К теме пандемии. 165 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске, плюс 57, в Кандалакшском районе плюс 28 и в Североморске плюс 17. Вероятность распространения штамма коронавируса Omicron высока, заявил замглавы Центра имени Гамалеи Денис Лагунов, сообщает российская газета. Специалист привел в пример Великобританию, где на Omicron приходится почти 40% от общего числа заражений. Штамм коронавируса Omicron считается крайне заразным, так как один больной может инфицировать сразу трех человек. Он был обнаружен уже почти в 80 странах мира. Отличить один штамм от другого помогут медицинские анализы, однако есть ряд симптомов, которые могут облегчить определение варианта вируса. Это утомляемость, учащенный пульс, першение в горле, боль в мышцах и сухой, но не сильный кашель. Новый штамм коронавируса зафиксирован в пяти регионах России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в время выступления в Госдуме на обсуждении законопроекта о введении QR-кодов. По словам Голиковой, на сегодня новый штамм выявлен у 25 человек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Все случаи завезены из ЮАР.